А сколько холодец? Цена холоса 159, пожалуйста. Ну, килограмм это или... Да, ну, спустя, я надеюсь. Ага, на доброе вам здоровье. Мед прямиком с пасеки. Деревенское мясо от 200 рублей. Колбасы, травы и соленья. На ярмарке на 116-м километре. Выбрать есть из чего. Правда, приходить лучше с утра, пока основная часть товара не распродана. Надежда Шмунина торговать приезжает сюда не первый раз. Говорит, продать удается практически все. Мы рады, что департамент предоставил нам такую возможность поторговать на ярмарке. Бесплатно нам ярмарку организовали. Хотя бы мы свой товар можем приехать и спокойно продать. Люди готовы купить нашу продукцию. И фермеры не ошибаются. Продукты от производителей покупатели ждут с нетерпением. И даже просят, почаще бы организовывали такие ярмарки. Мы очень довольны. Потому что мы там туда далеко идти, а нам уже в возрасте тут очень удобно. Так и должно быть. Понимаете? Потому что тот, кто производит, он и должен иметь прибыль. А не кому-то давать, чтобы на их труде люди делали свою прибыль. Я просто, ну за тех, кто трудится, работает. И он пускай достойно получает. Продукция вот привезли они, она более качественная и дешевле чувствуется вот по тем магазинам, которые рядышком. Здесь вот колбаски очень вкусные. Я уже три раза приходил брал. Потому что знакомым это тоже рекламирую. Они посылают меня уже, посылали два раза я уже брал. Так что вот это все очень, очень нужно это все нам. Предпраздничные ярмарки будут работать до 7 марта включительно. На пересечении улиц Авроры и Аэродромной, Московского шоссе и Новый вокзальный, а также на Пугачевском тракте 13. Анастасия Зубарева, Максим Госев, События.